всем привет друзья вы как всегда на канале пластилин сегодня будем добывать латунную мелочевку из вот таких вилок от различной бытовой техники как обычно наливайте чаек кофе и какао ставьте лайк этому видео ну и погнали будем добывать вот эти старые латунные штыки рад наверное для начала стоит сказать что за этот год латун неплохо так подорожала поэтому есть смысл заморочиться и достать все вот эти мелкие запчасти но тут нужно помнить что китайцы не спят и постоянно думают о том как удешевить свое производство в общем нужно все обязательно проверять магнитом так как последнее время проскакивает вот такие штыки а особенно с блоков питания вот таких от мобильных телефонов именно железными штырьками просто луженые или покрытой какой-то латунью в общем нужно проверять магнитом обязательно но даже если штыкира оказывается латунными иногда еще бывает и вот такое они просто-напросто пустые внутри и можно сказать невесомые сейчас даже для интереса сравним вес одного китайского современного штекера и старого советского так китайский 0,9 грамма меньше грамма вот такой советский пять с половиной грамм как вы видите друзья разница чувствуется если вы сомневаетесь латунный или железный штекера под рукой нет магнита можно взять обычный напильник и немного потереть вот это напыление так но камера плохо наверно передает но видно желтоватый цвет штекер более-менее современный латунь светлая советских штекерах латунь темная больше похоже на золото возможно даже бронзовые вот эти штыречки ну а вот как раз яркий пример железного луженого штекера специально для видео отобрал вот такой пакетик этих самых латунных штырьков это конечно же не все можно сказать все что удалось более-менее быстро найти смотрим что же здесь находится почти во всех виллах разный дизайн давайте прикинем по весу начнем с вот таких необычных советских 1 штырек 7 с половиной грамм вот такой формы 6 грамм вот его 2 его 2 пара 12 и 2 грамма ну и давайте для сравнения современного латуни на латуни с одной вилки так но это уже мы видели 5 с половиной грамм вот такого плана 4 грамма такие золотистые 4 грамма и 2 82 грамма ну и давайте для сравнения современные китайские штырьки 2 грамма но это еще нормально вот такие зарядок вообще полграмма вот такого плана 1 7 грамма так вот это по моему тоже новые 2 грамма вот таких латунных штырьков от европейских розеток что-то под рукой я не вижу но в конце видео разберем и узвесим отдельно обязательно посмотрим какой вес у них зачастую люди при разборе техники отрезают медный провод а вот эти вилки выбрасывают ну или же снимают латунные штырьки при помощи плоскогубцев но они снимаются не полностью остается внутри еще кусочек и конечно же остается немножко меди как вы знаете я привык все выжимать по максимуму потому вот такие элементы чаще всего просто обжигая на костре есть еще один способ добычи этих штырьков при помощи кувалды но он не всегда рабочий молотить приходится до посинения они всегда вот эта резина или пластик лопаются короче говоря проще взять вот это дело и обжечь ну а вилки обжигать будем различных годов и периодов начиная от таких старых еще советских времен и заканчивая обычными современными от чайников и от другой бытовой техники вот такая необычная даже маркировка есть браун ну и одна вилка европейская но обжигать будем в обычной консервной банке я проделал мне несколько дырок чтобы эти вилки побыстрее обжигали все за один раз не помещается но по мере обгорания пластика буду добавлять все погнали обжигать иду на место где постоянно все обжигаю и заметил прям возле дороги какой-то нехороший человек выбросил вот такую кучу мусора причем перед тем как выбросить все полностью разобрал даже кнопку с чайника снял кошмар один пластик но есть правда одна находочка какой-то мини планшет был наверное вот это задняя крышка типа это у нас нержавейка или алюминий в общем заберу хотя бы это made in тайвань кстати даже платка небольшая есть она просто скрыта под фольгой дома все разберу но поехали первая партия отправляется на костер понемножку пополняю банку традиционно хожу собираю банки пока обжигаются вилки но сегодня как-то маловато удалось найти пока что две штучки все потому что поздно пришел но вот так примерно выглядят вилки после обжига в баночке обжигаются нормально но очень очень долго где-то полтора часа обжигалась следующий раз наверное проще взять какую-то металлическую решетку и обжигать на решетке банки все плавится и горит как свеча так и вот такая советская вилка это карболит или что-то типа такого сейчас раздаем вот те самые латунные штыречки как и договаривались изначально показываю вес из одной европейской вилки 15 с половиной грамм латуни все латунные штыречки переложил такой пакетик давайте глянем на общий вес так 79 с половиной грамм латуни можно сказать из мусора добавил сюда все запчасти которые показал в начале видео давайте теперь посмотрим на вес это уже повеселее 205 с половиной грамм вот так вот на таких мелочах и набираются килограммы ну и сегодня помимо латуни удалось выдавить немножко меди с этих вилок вот такое количество почти 10 грамм на ровном месте друзья как обычно всем спасибо за просмотр с вас лайки и комментарии с меня новые видео не прощаемся поиски продолжаются и до встречи в следующем видео